Алексей Бобринский, Эрмиты, Петербургская сказка. Глава 9. Алые паруса. Глава 9. Алые паруса. Глава 10. 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 Алые паруса. «Как на Луну? Он что, летает?» – спросил Федя. «Тихо!» – грозно посмотрел на него Норд. «Это самая секретная часть проекта. Он летает. Но об этом вообще забудьте. За разглашение ОООО!» Дядюшка вздохнул и доверительным голосом заговорил, снова обращаясь к Керметам. «Братушки, полетели со мной. Мне команды не хватает. У меня доченьки отважные, но мне нужна команда надежная. Ребята мне нужны, как вы!» «И даже он подойдет!» – Норд кинул и скидывал на Федю. «Конечно, полетели! Когда отправляемся?» – завопил Теодор. «Только я сегодня в скафандр больше не полезу!» «Когда мы отправляемся, я вам сказать не могу!» – важно хотел Норд. «Да я и не знаю. Приказ поступит в ближайшие дни». «Эй, подождите! Мы про самое главное-то забыли! Дядя Норд! Мы же твой снаряд нашли!» – вспомнил рассудительный Иоанн. «Ты его положи на место, а то дедушка Фасад говорит, неприятности не оберемся!» Иоанн Крихтя пытался поднять шар над головой. «Это не мое ядро!» – радушно ответил Норд. «А в рот таким и не стреляй! Мы современные снаряды используем, а это старье какое-то!» «Не, забирайте обратно, даже на хранение не приму!» Иоанн не мог больше держать тяжелое ядро и выпустил его из рук. Оно с грохотом упало на пол, хорошо ногу никому не отдавило. Федя поднял ядро и положил его на стол у иллюминатора. Вся компания принялась разглядывать снаряд. «Так откуда же оно?» – спросил Федя. «Не знаю, не мое и все!» – ответил дядюшка Норд. «Ребята, ну что же делать?» – взволнованно сказал Теодор. «Мы должны наказ деда выполнить, вернуть эту штуковину на место!» «Погодите, погодите!» – вдруг оживился старый моряк. «А это ядро у вас никто не пытался похитить?» «Пытался?» – дружно воскликнули, ребята. «Змей страшнючий за нами весь день сегодня гонялся!» – затороторил Теодор, размахивая руками, изображая змея. «Баламут! Я на пуделе катался, а он как выскочит! А потом еще в мойк чуть не потопил нас! Ну пусть только попадется мне, я ему покажу!» «Ну тогда я, кажется, знаю, что это за штуковина. Это вовсе никакой не шар и не ядро. Это ключ!» «Ключ?» – напиши лермиты. «Такой круглый!» «Дело было давным-давно!» – начал рассказ Норт. «Когда царь Петр пришел на место будущего Петербурга, здесь были сплошные болота. И в этих гиблых местах обитала масса нечисти. Кикиморы, водяные, лешие, оборотни, змеи, жабы, лярвы, горгульи и даже несколько злых троллей. Кого только не было!» После войны со шведами Петр эту нечисть стал теснить. Уж очень ему хотелось на этом месте город построить. И в большой битве Петр гадов болотных победил. Согнал всех в глубокую подземную пещеру где-то на Ухте и запер. А сам город основал. И Петропавловскую крепость построил. «Дядя, а знаменитые эрмиты в этой битве участвовали?» – не удержался и спросил Тодор. «Нет, эрмиты тогда и здесь еще не обосновались. Ну так вот, запер Петр ворота в эту пещеру ключом, но не простым. Тайну его только Петр знал. Ключ был совершенно круглый. Это, кажется, он и есть. Норд показал медру, лежащую на столе. «А этот баламут откуда взялся? Если в нечисть под землю упрятали?» – спросил Иоанн. «Хитрому баламуту удалось сбежать. Это ведь не обычный змей. Говорят, тот самый, который русского князя Олега в древние времена погубил. Коварный он, изворотливый. Вот и сбежал. И все выпустить своих приспешников обратно пытается. Только Петр ведь его изловил. И в металл обратил. Так что остолбенел баламут. А вот как он из своих оков выбрался, не знаю. Но ключ этот ему очень нужен. И пока ключ не на месте, баламут особую силу имеет. «Разве вам где-то фасад эту историю не рассказывал никогда? Неужто забыл?» Маленькие эрмиты замотали головами. «Никогда не рассказывал?» «Мда...» Озабоченно вдохнул Иоанн. «Чего же делать-то будем?» И вдруг за бортом раздался страшный грохот. Свет в кейп-компании замигал. И в иллюминатор, у которого лежало ядро, просунулась ухмыляющаяся голова баламута. Никто и опомниться не успел, как змей схватил зубами шар и исчез. Да и не до змея было. Разбитый иллюминатор с шумом хлынул поток воды. «Потоп!» Закричали эрмиты. Теодор тут же кинулся к иллюминатору затыкать его ладошками, а потом и всей грудью. «Настоящий герой!» Подумал Федя. Норт командовал по корабельному радио. «Экипаж, внимание! У нас пробоина! Все по местам!» Дочки тут же вывыскакивали из своих кают и принялись помогать Теодору задраивать иллюминатор. Федя с Иоанном большим насосом откачивали воду. «Ну что же нам теперь делать? Как баламуты искать будем?» Грустно спросил Иоанн, когда спасательные работы были окончены. «У меня старшенькая в дозоре на верхней палубе стоит. Она все видела». «Старшенькая, докладывай!» Отдал приказание Норт. «Змей плывет по небе, вниз по течению, на запад, в сторону Васильевского острова. В пасти держит ядро!» Затараторила маленькая Эрмитесса. «Шлюпку на воду!» Скомандовал Норт. «От нас не уйдешь!» 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 Продолжение следует...